Чего достиг человек? Это умение любить женщину, поклоняться ее красоте. От любви к женщине родилось все прекрасное на земле. Я сочинял гимны к женщине, чувствуя, что именно силою любви к ней сотворена вся красота жизни. Чтобы понять подлинного Горького, нужно проникнуть в запутанную историю его любовных романов. Законно женатый единственный раз, он был столь любвеобилен, что несколько женщин им самим названы его женами. В 13-летнем возрасте Алеша Пешков влюбляется в молодую вдову. Она поощряет его страсть к чтению и является для него идеалом женственности и красоты. Он называет ее про себя королева Марго. Однажды она надевала чулки в моем присутствии. Я не был смущен. В ее обнаженности было что-то чистое. Подростком Горький посещал сексуальные оргии, но никогда в них не участвовал. От всего этого истекала скука, отравляя душу желанием уйти куда. 1887 год. Казань. 12 декабря в 8 часов вечера нижегородский цеховой Алексей Пешков выстрелили себе в левый бок с целью лишить себя жизни. Стрелял он неудачно. Пуля не попала в сердце, застряла в легком. Стрелялся я потому, что признал себя неспособным к жизни, но людей ни в чем не отмечу. Выйдя из больницы, Пешков обращается к психиатру за советом. Его рецепт прост. Найди себе девушку, это пойдет тебе на пользу. Горький нашел замужнюю женщину, очаровательная и остроумная Ольга Каминская. Она прибыла в Нижний в сентябре 1889-го. Через месяц в городе появляется выпущенный на свободу, симпатичный, с несломленным революционным духом, влюбленный в Ольгу Болеслав Корсак. Первое знакомство Горького с Каминской происходит в январе 1899-го года в доме Долгова на улице Больничной, где проживали Каминская и Корсак. Алексею Пешкову шел тогда, 22-й год. Эта женщина высосет из вас всю кровь. Проницательно заметит ему знакомая фельдшерица. И будет права. Пешков мне сразу понравился. От него веет цветущим здоровьем, силой. И его некрасивое лицо с сияющими глазами. Прекрасно. В департамент полиции Каминская Ольга. Имеет дочь. С мужем Каминским не живет. Состоит в любовной связи с поднадзорным Болеславом Корсаком. И, вероятно, снабжает его деньгами. Горький знал о любовной связи Каминской и Корсака. И очень страдал от этого. В феврале 1890-го Корсак уезжает в Париж. Горький вне себя от счастья. По роли, когда мне не спится, Сажусь я верхом на звезду. И еду кататься в пространство. Люблю я такую езду. Не выдержав разлуки с Корсаком, Летом 1890-го года Каминская решает расстаться с Пешковым. Горький в состоянии близком к безумию почти два года шатался по дорогам России. Я два года шагал по дорогам России. Ушел по Волжье, дом, Украину, Крым, Кавказ. Пережил несчастливо много различных впечатлений. В 1892-м году они опять встретились. Размолвки наши не больше не касались. И снова зажили с Алексеем Максимовичем тепло, тружно и сердечно. Мы сняли за два рубля в месяц особняк, старую баню Попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане. Здесь, в Поповской бане, ободренной возвращением к нему возлюбленной, в одну из первых ночей Горький напишет рассказ «Старуха из Иргиль». В департамент полиции Каминская имеет картографические работы. Рисует. В том числе портрет нижегородского губернатора Баранова. Состоит в любовной связи с поднадзорным мещанином Алексеем Пешковым. Любовные письма Корсака, его желание вновь соединить судьбу с Каминской, ее бесконечные обожатели привели к тому, что после двух лет совместной жизни у Горького на почве ревности стали происходить нервные срывы. Он устал. И в феврале 1895 года они расстались. Каминская стала первой женщиной, с кем Горький познал счастье, любви и страдания. Горький уехал в Самару на встречу своей профессиональной судьбе газетчика и судьбе мужа Екатерины Павловны Волжиной. Екатерина Павловна дворянка из разурившихся. Покончила гимназию. 19 лет. Среднего роста. Волосы вьющиеся. Глаза не знаю какие. Рот и нос некрасивы. Что она любит? Говорит, что меня. Верю. Екатерина Волжина стала первой женой Алексея Пешкова. Брак их оказался счастливым. Горький обрел любящую жену и доброго друга. Молодая жена оказалась очень энергичным и умным помощником в целом ряде дел. Как легальных, так и нелегальных. В доме всегда много друзей. У него прекрасный кабинет. Изолированный от шопных игр сына Максима и голосов взрослых. Чего еще желать? КОНЕЦ! 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 Дом, семья, друзья, а все-таки мелькает порой в сравнении с клеткой. Горький заскучал. Он чувствует, что внутри, как снежный ком, нарастает потребность перемен. И в это время в его жизнь врывается самая красивая женщина России – Мария Федоровна Андреева. Ее портреты писали Репин и Бродский. Вдруг светом внутренним полна, ты предо мною встала, И, дрогнув мраком пелена, с души и глаз моих упала. Да будет проклят этот мрак, свободный от его недуга. Я чувствую, нашел я друга, и ясно вижу, кто мой враг. Молодая актриса вместе со своими друзьями Константином Алексеевым и Владимиром Немировичем Данченко создают Московский художественный театр. Андреевой достаются главные роли. Она становится знаменитой и обретает влиятельных поклонников. На сцене с триумфом шел спектакль «На дне», в котором Мария Федоровна играла Наташу. Успех, любовь, пресса. Казалось, впереди только слава и лавры. Но Андреева вдруг увлеклась капиталом Маркса и прочей подобной литературой. В департамент полиции. Желябышская Мария Федорова. По сцене Андреева. Сожительствует с писателем Максимом Горьким, Кешковым, близкая подруга Саввы Морозовой и Владимира Ульянова, Ленина. Член РСДРП с 1904 года. Кличка «Феномен». Сердце ёкнуло. Мария Федоровна влюбилась. В конце 1903-го Андреева покидает дом, театр, Москву и становится гражданской женой Горького. Их роман развивался путанно и спонтанно. Со множеством недомолвок, сладкого флирта и разговоров о человеческом предназначении. Пароли, явки, нелегальная литература, обыски. Как всё это бодрило. Загадочная женщина вам, укрывающая раненого большевика. Ей так хотелось произвести впечатление на Горького. И Андреева старалась, забыв про себя, карьеру, детей. Всё для Алёшеньки, всё для него любимого. И млела, когда слышала в ответ «Люблю тебя, моя благородная Маруся, прекрасный друг, женщина». Однако эти игры вскоре надоедают Горькому, и он решает отдохнуть за рубежом. Маруся едет с ним. Америка, Неаполь, Капри. Оставить любимого человека она не могла. Везде Андреева создаёт Горькому идеальные условия для работы и отдыха. И отдохнувший Горький тут же увлекается женой своего друга, издателя Тихонова, Варварой Васильевной Шайкевич. Современники утверждают, что в 1910 году Варя родила дочь Нину, удивительно похожую на Алексея Максимовича. Мария Фёдоровна очень тяжело переживает это. И как только появляется возможность уехать в Россию, Андреева покидает Капри. Вернувшись на родину, Андреева становится финансовым агентом партии. Она так увлекается партийными нуждами, что совсем забывает о семье. И удар не заставил себя ждать. Вместо Маруси занимает другая женщина, которая становится сердечным другом писателя. Мария Игнатьевна Бутберг. На западе её называли русской миледи, красной мата Харри. Совершенно секретно. Бутберг Мария. Урождённая Закрепская. По первому браку Бенкендорф. Любовница главы английской миссии Локарта. Писателя Герберта Уэллса. В 1918 арестована по подозрению в заговоре послов. Освобождена заместителем председателя ВЧК Петерсон. Ей было 30, ему 54. Возраст не критический, но всё же. Самое время спешить взять от жизни то, что она может дать. Мура, как звали её близкие, заняв положение неофициальной жены Горького, была больше любовницей, чем супругой. С появлением этой женщины жизнь писателя получила интимное и творческое наполнение. 1921-1927 годы – самые счастливые для Горького. Лучшие вещи написаны именно в это время. И несмотря на болезни и денежные заботы, была Италия. И была рядом Мура. На протяжении 12 лет Бутберг оставалась гражданской женой Горького. Вела его дела, пока он жил в Италии. Именно она уговорила Горького вернуться в СССР. Рассуждала она здраво. Тираж книг падает. Тебя стали забывать. Если ты не вернёшься в Россию, тебя перестанут читать и издавать. У меня есть своя правда. Отличная от той, которая принята в жизни. Им немного придётся страдать за мою правду, потому что её не скоро поймут. И долго будут издеваться надо мной за неё. Возвращаться в Россию с Горьким Мура не собирается. Она пытается возобновить прежние связи. С 1931 года Закревская фигурирует то тут, то там, как спутница Герберта Уэллса. Совершенно секретно. Мария Бутберг является агентом секретной разведки и работает на ГПУ в странах Западной Европы. Несколько раз встречалась с Иосифом Сталиным. Эта женщина очень опасна. В 1933 году Горький возвращается из Италии в Москву. Уезжая в Советский Союз, Горький оставил Муре часть итальянского архива. Его нельзя было везти, потому что в нём была переписка с писателями, которые жаловались Горькому на советский порядок. Мура перебирается в Лондон. Начинается её роман с Уэллсом. Вещи тяжелеют. Книги, карандаш, стакан. Всё меньше, чем было. Кунца нет ночи. Читать не могу. Должно быть, не выжил. Горький посвятил ей роман «Жизнь Клима Сангина». Её портрет стоял у него на столе до последних его дней. А её обвиняли в сотрудничестве с ГПУ, английской и немецкой разведкой, в передаче архива Горького в руки Сталина и, наконец, в убийстве пролетарского писателя по заданию Егоды. Когда Горький умер, в крематории присутствовали три женщины. Екатерина Пешкова, Мария Андреева и Мария Бутберг. Все три женщины неуловимо походили одна на другую. Статные, красивые, гордые. Земная жизнь героинь прошла, оставив неразгаданную тайну, имя которой – любовь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА